Десятки погибших, более сотни раненых. Это результат столкновений на севере области за последние сутки. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Вчера целый день стреляли в Славянске и Славянском районе. В больницы города регулярно свозили раненых и погибших. Сколько людей поступило к вам сегодня? Сколько человек? Четыре. Три убитых и четыре раненых. Четыре раненых. Оболченцы напали утром на укрепление украинской армии, сообщают руководители АТО. Военные отразили атаку и перешли в наступление. Бои продолжались несколько часов. Стреляли в городе и на окраинах. На поле боя видели пулеметы, гранатометы, автоматы и снайперские янтовки. Вчера пророссийские активисты обстреляли бронетехнику и вертолет. Ми-24 был поврежден в окрестностях Славянска. Экипаж выжил. Его направили для уничтожения БМП, захваченного ранее в Храматорске, рассказал пилот. Были сбиты. Прошла очередь. Вероятно всего, крупнокалиберный пулемет ударил с левой стороны. Вертолет начал по путевому управлению слегка неустойчиво. Отказал основная гидросистема. От этого места уходил как мог. Сделал все, чтобы борт спасти экипаж. В штабе народного ополчения рассказали, в ходе столкновений под Славянском погибли 10 сторонников Донецкой Народной Республики. Министр внутренних дел Украины насчитал в три раза больше жертв. Среди потерь украинской армии 4 военных. Ранены более сотни участников по обе стороны на баррикад. Против нас идет война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает, кто-то за русский язык, кто-то против русского языка. Это не важно. Украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Вот это ограничение, которым активно пользуется враг. Также украинские войска с воздуха обстрелили бронепоезд. Это произошло на одном из переездов в предместе Славянска. По мнению силовиков, на этом составе ополченцы хотели покинуть город. Данных о погибших и раненых нет. Война тут была. Стреляли. А кто стрелял к моему? Не знаю. Мы лежали на полу, потому что была война. Это война? Да. Блок на все побитый. Посмотрите на дом, что творит. Сегодня днем ситуация в Славянске была спокойной. В городе возводят новые баррикады. Используют деревья, автомобильные шины и технику. В центре и на окраинах патрулируют ополченцы. Как отметили журналисты местной газеты, с хлебом и другими продуктами первой необходимости в городе проблем нет. В Дебальцево пророссийские активисты взяли под контроль мэрию. Произошло это сегодня утром. Над зданием появился флаг Донецкой Народной Республики. Кроме того, вчера на внеочередной сессии местные депутаты поддержали идею референдума и выделили помещение для голосования. Сегодня Краматорск остался без газет. Работу остановили в четырех редакциях. Также реализован общественный транспорт и крупные предприятия. В связи с военно-политической ситуацией на севере области семь крупных банков закрыли свои филиалы. Сегодня, начиная с утра в Горловке, Константиновке, Дружковке, Артемовске и других городах, ситуация была спокойной. Александр Бойко, Роман Громняк, Панорама.